Российская империя одна из крупнейших в истории монархий, выстроенная в основном в период правления немецкой династии Гольштейнга-Торбских. Но как ни странно, эта империя является особой гордостью не современных немцев, а совсем другого народа, предки которых в основном практически всю свою эпоху были крепостными рабами в этом государстве. Огромный рост Российской империи стал возможным исключительно из-за ослабления тюркской государственности. Начиная с 15 века тюркские народы в беспрестанной борьбе за личную власть настолько ослабили друг друга, что на фоне деградации тюркской державности к 18 веку появилась Российская империя. А в 1761 году власть в России, начиная с Питера Карла Ульриха, полностью перешла к немцам Гольштейнга-Торбским. Чуть более 100 лет еще понадобилось, чтобы немцы уже Романовы захватили земли Сибири, Казахстана и Средней Азии. Никто не задумывался с чего все-таки начался крах Российской империи. Все мы со школы знаем о большевистской революции Ленина 1917 года. Но за полгода до Октябрьской революции произошла Февральская революция 1917 года, после которой от престола отрекся последний российский император Николай II. А все началось с того, что в 1914 году Россия в союзе с Францией, Британия и еще с десяток союзников ввязались в Первую мировую войну против коалиции Австро-Венгрии и Османской Турции. Война оказалась настолько изнуряющей для всех участников, что 6 июля 1916 году Николай II вынужден был объявить высочайшее повеление. О привлечении мужского и народческого населения империи для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, а равно для всяких иных, необходимых для государственной обороны работ. По сути, российский оккупант заставлял воевать завоеванные тюркские народы против своих братьев-турок. На казахстанском сайте, посвященной истории этого вопроса, статья так и называется, как Николай II подписал себе приговор. Первая мировая война выжила из России все резервы и в определенный момент было принято решение использовать последний ресурс и народческое население. К чему это привело к мощному, непредсказуемому восстанию 1916 года, охватившему практически все азиатские окраины империи. Конечно, причины восстания сидят гораздо глубже, а указ послужил лишь поводом. На подавление восстания пришлось бросить регулярные войска, ослабив тем самым фронт. Восстание переросло в национально-освободительное движение против колониальной политики царя. Потери на фронте, низкий моральный дух, рост национального самосознания оказали давление на режим, и Николай не выдержал. В феврале 1917 года он потерял власть, а июля 1918 года – жизнь. Не будь этого указа, Николай II возможно завершил войну блестящей победой, но в 1914 году Российская империя вступила в тяжелую многолетнюю войну. То восстание, о котором говорится в данной статье, называется Туркестанским или Среднеазиатским восстанием 1916 года. Основными его лидерами были Алиби Джангельдин, Амангельды Иманов, Абдулгафар Женбасынов, Такаш Бокин, Ашикеев Бекбалат и другие. Восстание спровоцировал не только указ Николая о призыве на войну тюркского населения, но и накопившееся недовольство тюркского населения столыпинскими реформами, когда всего за шесть лет в Казахстан было переселено 500 тысяч крестьянских дворов. Лучшие земли Столыпин отнимал у казахов, раздавая ее приезжим русским крестьянам. Тюрки, в основном казахи подняли восстание, подавляя которое российские каратели убили около трети всего населения Центральной Азии. Отвлечение российских сил от фронта Первой мировой войны привело к ослаблению империи и она начала сыпаться. В феврале следующего года революция свергла русского царя Николая. А уже 21 марта 1917 году сын казашки Лавр Корнилов арестовал всю царскую семью. Из-за восстания, которое подняли казахи в 1916 году рухнула Российская империя, и спустя ровно 70 лет, опять из-за восстания казахов, 1986 года рухнул человеконенавистнический Советский Союз. Я бы добавил еще решение Монголии открыть границы для якутов, тувинцев, бурятов, просто рвущихся в Монголию. Естественно, коренные народы России не хотят умирать за великорусские амбиции российских вождей. Кстати, в России забывают очень важную историческую параллель. Вот когда, собственно, началась революция, сокрушившая Российскую империю? Ну, одни считают, что это февральская революция, другие – октябрьская. Революция началась в Казахстане, Средней Азии в 16-м году, когда была появлена царем мобилизация населения и народов этих регионов. Оттуда идет это знаменитое движение басмачей. Это уже было вооруженное выступление против царской власти. И с этими басмачами цари и их наследники сражались до середины 30-х годов. Это естественное явление в любой империи. Покоренные народы не будут участвовать в имперских авантюрах метрополии, которая стремится покорить еще больше независимых стран. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин